Здравствуйте, это программа «Бизнес-принцип», меня зовут Юлия Хлобес. Напомню, что 6 и 7 февраля Пермь станет одной из 10 региональных площадок, на которых пройдет отбор перспективных инновационных проектов для самого масштабного российского стартап-тура «Открытые инновации». Уже сегодня в качестве слушателя на него заявилось порядка 450 участников, а вот свои заявки на участие в конкурсе подали чуть более 30 команд. Почему выстраивается именно такое соотношение, чего боятся потенциальные предприниматели, и как преодолеть эти страхи, об этом говорим сегодня с директором лаборатории «Маугри» Андреем Дураковым, который в 2014 году вместе со своей командой преодолел все страхи и стал одним из победителей регионального, а впоследствии участником федерального конкурса «Стартап-виллэдж» в Сколково. Андрей, здравствуйте. Добрый день. До начала регионального этапа осталось совсем немного времени, и вот такое соотношение чуть более 30 заявившихся на конкурс стартаперов и 450, по сути дела, слушателей. О чем это говорит? Иссяк ли идеи, отсутствует их проработка, или это просто страх сделать первый шаг? Может быть, проекты стали более зрелыми? Ведь в мои времена, когда, в мои времена не так давно это было, в 2014 году, участвовали в большинстве в своем студенческие команды. Возможно, сейчас структура участников поменялась. У меня нет, конечно, полной информации о том, кто подается, но исходя из тех людей, которые ко мне обращаются советом, стоит подаваться или нет, я вижу, что это уже ребята более зрелые, которые поработали в бизнесе, поработали в индустрии, они профессионалы, и у них созрело желание сделать что-то свое интересное, и вот они сейчас рассматривают этот конкурс как возможность попичиться, получить конструктивную критику, особенно если там будут именитые эксперты, и, конечно, это для них хорошая возможность. Я им, естественно, советую подаваться, время еще есть, и я думаю, что заявки еще будут. Но вот, возможно, все-таки нас смотрят люди, которые находятся в серьезных раздумьях, которые не подают заявок на конкурс только из-за наличия в своей голове каких-то фобий, начиная от боязни кому-то рассказать о своем проекте, чтобы идею не украли, и заканчивая перфекционизмом, желанием сделать свой проект идеальным просто. Между ними существует еще ряд психологических ошибок, которые, наверное, мешают сделать первый шаг. Вот можете ли вы поделиться своим опытом, как избежать подобных фобий? И вообще, какие фобии существуют перед тем, как заявиться на подобный конкурс? Ну, конечно, у каждого они свои. Кто-то действительно боится выступать, кто-то, как вы сказали, страдает перфекционизмом. Но, на мой взгляд, первый шаг все равно нужно делать, на какой бы стадии проект не находился. Если говорить вот про эту фобию, боязни рассказать о своей идее раньше времени, то эта фобия присуща практически каждому стартаперу на определенном этапе. Но вот по нашему опыту я могу сказать, что бояться этого просто бессмысленно. Потому что, опять же, на примере нашего проекта Маугри, с которым мы выступали на стартап-туре и в стартап-виллодже, мы за время существования проекта обнаружили сотни проектов по всему миру. Сотни, это не десятки, не единицы. Даже в Перми были аналогичные проекты, которые делали примерно то же самое. Ну, пытались сделать. И больше того, у нас были и крупные международные конкуренты, кто тоже занимался этим проектом, аналогичным проектом. Причем в мировых масштабах, с большими инвестициями. Там у компании были инвестиции больше 20 миллионов долларов, евро даже. И, в общем-то, идеи рождаются по всему миру у большого количества людей. Потому что контекст у всех практически одинаковый. Проблематика в мире почти что одинаковая в всех странах. И кроме вас, эту идею точно так же кто-то уже пытался реализовать. Ну, скорее всего, несколько сотен проектов уже пытался реализовать. Несколько десятков пытается реализовать прямо сейчас, параллельно с вами. И еще обязательно несколько десятков будет реализовать после того, как даже вы уже станете успешными. Поэтому бессмысленно бояться того, что идея раньше времени увидит свет. Кто-то все равно это уже делает. И вопрос уже реализации. Сможете ли вы реализовать ее? Вот здесь я советую стартаперам просто идти, не бояться рассказывать. И самое главное, тренировать выступление. Потому что лучшие возможности, чем сейчас, у многих может просто не быть в ближайшем времени. Потому что достаточно высокий уровень конкурса, хорошее репрезентативное жюри, большое количество участников, как не порепетировать. Ведь дальше это будут только еще более серьезные выступления, если говорить о федеральном уровне. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что несмотря на наличие подобных же проектов, подобных вашему проектов, существующих как в России, так и за ее пределами, несмотря на то, что на тот момент ваша идея не была, так скажем, докручена до какого-то более-менее идеального состояния, вы со своей командой преодолели вот тот самый психологический страх и пошли, заявились на конкурс. Ну, конечно. Не то, чтобы мы преодолевали в тот момент наш психологический страх, потому что к тому времени у нас уже было достаточно вот таких вот питчей, и в плане выступления уже никакой боязни не было. Это не было для нас первым шагом, если говорить про выступление с проектом «Маугри». До этого мы с 2013 года примерно занимались презентацией этого продукта, но мы же когда-то сделали первый шаг, и любой стартапер этот первый шаг должен сделать обязательно. И чем лучше будет уровень, чем серьезнее будут эксперты, чем сильнее они будут критиковать проект, тем, значит, у вас появляется больше возможности его усовершенствовать. Потому что лучше, когда вы на раннем этапе узнаете о своих слабых местах и их усовершенствуете, чем вы вложите силы, время, деньги, годы будете в каком-то вакууме развиваться, потом покажете это экспертам, а они вам скажут, что, ребята, у вас изначально были заложены какие-то фундаментальные проблемы, которые вам можно было бы устранить, пообщаясь вы с экспертами раньше. То есть участие в питчах – это такая хорошая, очень тренировочная база. Постоянно нужно принимать участие. Конечно, и получать фидбэк. Откуда же они получат фидбэк, если они варятся в своем окружении, которые, естественно, не обладают абсолютной широтой знаний о том, что в мире происходит, не обладают опытом мировым. Поэтому, конечно же, нужно показывать свои идеи миру, чтобы получать адекватный, релевантный и актуальный, самое главное, фидбэк на текущий момент. Хорошо. И все-таки, вот как происходил конкурс региональных глазами стартапер? Я не ожидал каких-то определенных кайрзных вопросов, конечно. Хотя в нашем проекте, безусловно, была слабой стороной экономика проекта. Но она была почему слабой? Потому что, не потому что у нас там идея была заложена какая-то странная, а потому что мы просто уже много перепробовали экономических моделей, как монетизировать тогда проект. И удачных решений не было на тот момент, потому что рынок был такой сложный достаточно. И, конечно, я ожидал больше всего вопросов по экономике. И, в общем-то, они по экономике проекта и были. Но, опять же, на бумаге у нас экономика была красивая, достаточная, и я защитил проект достойно. Собственно, об этом говорит наша победа в этом конкурсе. Вот, пожалуй, экономическая часть – это вообще главное, что стартаперам нужно защищать. И самое главное – получать вопросы на раннем этапе, чтобы они заранее задумались о том, как же они будут монетизировать свои сервисы и разработки. Было ли на каком-то этапе конкурса ощущение «все, все пропало, мы проиграли»? Ну, на этом этапе, наверное, не было уже. В других конкурсах были такие моменты, когда мы чувствовали себя не очень уверенно, когда жюри… Ну, бывают такие конкурсы, кстати, в этот раз, по-моему, тоже, когда жюри участвует в подготовке проекта к питчу и задает каверзные вопросы еще до того, как проект выступает на сцене. Ну и, соответственно, были моменты, когда действительно нас очень жестко критиковали, ну, нельзя сказать, что мы чувствовали, что все пропало, мы просто чувствовали, что вопрос это серьезный, осталась ночь до выступления, а его нужно проработать как-то, что время не в обрез, ну, мы, естественно, садились и прорабатывали. Уже после того, как вы победили в конкурсе, анализировали ли вы свою работу подготовительную к региональному этапу. И вот какие плюсы и минусы прямо выделяли в этой своей работе? Ну, плюсы заключались в том, что это было не первое выступление, безусловно, и я тогда уже себе представлял алгоритм подготовки к питчу, что нужно просто много-много-много раз повторять, 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 чтобы питча стала хорошим, качественным, правильным, компактным. В этом плане я считаю, что мы достойно подготовились. Немножко мы не доработали в плане нетворкинга, потому что тоже приезжали довольно-таки классные эксперты в 2014 году, и с ними нужно было, естественно, общаться в кулуарах после конкурса. Ну, с кем-то мы пообщались, но, на мой взгляд, надо было общаться более активно. Так же, как и во время любого конкурса, сцена — это одно, личное общение — это другое. Одно дело о вас просто узнали, другое дело вы с экспертами познакомились, поговорили лично, обменялись визитками. То есть это могло повлиять на какое-то решение экспертное? Вы имеете это в виду? Ну, это, безусловно, влияет, потому что, когда есть личная связь с экспертом, ему можно потом написать, позвонить, сказать, что вот мы придумали такую идею, как наш сервис развития, что вы скажете на этот счет. И если он с вами знаком, если вы уже в кулуарах хотя бы о чем-то поговорили, обменялись визитками, он с большей вероятностью вам ответит. А эксперты такие нужны. Ну, это целый институт советников существует, когда проект должен с кем-то обязательно советоваться, с теми людьми, кто профессионал, кто давно в индустрии, кто собаку на этом съел, и не одну. В общем-то, это важно. Все-таки, подводя итог нашему разговору, вот что бы вы посоветовали потенциальным участникам, в каких случаях точно стоит принимать участие в подобных конкурсах, и в каких случаях точно не стоит принимать участие? Ну, точно стоит. Если человек считает, или команда считает, что действительно они готовы посвятить значительную часть своей жизни развитию своего проекта, и они действительно готовы в это все свое время и силу вкладывать, обязательно надо участвовать. Обязательно как можно раньше нужно получить фидбэк и, соответственно, свой проект усовершенствовать в разных сферах. Не стоит, если команда, скажем так, не уверена, что им вообще это нравится, если это из-под палки, грубо говоря, делается, там попросил кто-то, а если это явная, ну, скажем так, копия чего-то, что услышали, видели где-то, ну и так решили просто выступить, наверное, это не будет иметь эффекта. Самое главное, это если действительно есть у команды желание, и даже если проект будет изменен в будущем, но если есть желание сделать свой проект какой-то, то можно тренироваться на первой своей идее, так, чтобы уже вторую идею реализовать более качественно и с фидбэком от экспертов, с которым вы познакомитесь на конкурсе. Спасибо, напомню, что сегодня гостем программы «Бизнес Принц» был директор лаборатории Маугри Андрей Дураков, команда которого, начав с победы, с регионального этапа конкурса «Открытые инновации» в 2014 году, то есть почти 4 года назад, сегодня очень успешно масштабируют свои первые проекты и также успешно развивают новые. Меня зовут Юлия Ахлобыст, оставайтесь на РБК.